За прошедшие сутки в список зараженных COVID-19 попал еще 171 человек. Проверенные 5235 тестов, два человека с диагнозом COVID старше 70 лет скончались. Уже несколько месяцев в нашей выпуске новостей мы начинали со статистики инфицированных, но есть и другие числа. На сегодняшний день в Латвии почти полторы тысячи человек официально излечились от COVID-19. Как определить тех, кто полностью здоров, расскажет Анастасия Дьяконова. Около двух сотен заболевших в день. Такова COVID-статистика в Латвии на протяжении последних двух недель. Но вместе с этим показателем растет и другой — число выздоровевших. На сегодняшний день всего от COVID-19 вылечились 1444 человека. Эти данные Центр профилактики и контроля заболеваний получает от семейных врачей и обновляет с регулярностью раз в несколько дней. Поэтому и выздоровевших становится то на 3, то на 38 больше. В практике главы Ассоциации семейных врачей Сармита Вейда на сегодняшний день лишь пара больных COVID-19. Если он болен, то мы звоним каждый день, интересуемся его состоянием здоровья и следим, не ухудшается ли самочувствие и не нужно ли направление в стационар. Но роль семейного врача на этом не заканчивается. В самом начале распространения COVID-19 в Латвии выздоровевшими считали тех, кто дважды сдавал тест на наличие COVID-19 и дважды результаты этих тестов оказывались отрицательными. Впрочем, эту систему было решено изменить уже ближе к лету. Теперь решение о том, когда пациент с COVID-19 может прекратить изоляцию, принимает семейный врач, руководствуясь разработанным алгоритмом. Он предусматривает прекращение изоляции через 14 дней, если симптомов COVID-19 нет уже как минимум 3 дня. Семейным врачам необходимо очень тщательно опрашивать человека. И хорошо то, что мы своих пациентов знаем. И задавая вопросы, чувствуем, надо ли углублённо обсудить всё, если у нас есть какие-то подозрения. В разработанном для семейных врачей алгоритме также указано, что при первом положительном тесте на COVID-19 повторный анализ делать не надо. Такие рекомендации ввели после проведённых исследований. Чётко доказано, что после 10-го, скажем, дня, после 14-го дня человек практически не представляет опасности для других, если у него был вирус, антитела выработались за этот промежуток времени и подавили выделение этого вируса и его дальнейшее распространение. При этом тест на наличие коронавируса и по прошествии двух недель может быть положительным, говорят в Центре профилактики и контроля заболеваний. Но заразить других человек уже не сможет. Зато получит возможность пополнить статистику выздоровевших.